В какой момент программирование стало твоей специальностью? Начал потихонечку осознавать то, что город Киров — это не то место, где я хочу быть. Что дают эти сертификаты в дальнейшем в карьере? Это имидж. А сколько денег уходит на эти сертификаты? 400 долларов. Может ли человек без семи пядей во лбу просто за счет упорства, труда получить эти сертификаты? Как ты считаешь? Ну, я же получил. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProcBlog. Меня зовут Виктория Бородина. Здесь мы говорим о карьере в IT в США, России и других странах. Сегодня я хочу вас познакомить с Артемием Кропачевым. Это уникальный специалист в своей области. Многие компании, такие как IBM, Amazon, AT&T и другие IT-гиганты обращаются к нему за консультацией. Я думаю, я достаточно вас заинтриговала. Предлагаю позвонить Артемию. Он находится в Северной Каролине. К сожалению, нам не удалось встретиться вживую. Но благо есть Skype, и мы можем связаться. Я, как всегда, предлагаю начинать с того, с пути в программирование. Ты помнишь, как началось твое увлечение программированием? Как ты встал на этот путь? Мне где-то в шестом или седьмом классе бабушка купила первый компьютер, The X-Spectrum, с которым шла книжечка вот такая небольшая, страница 150 по BASIC. Шестой-седьмой класс. Мой брат сел играть в игрушки различные, а мне как-то вот эта книжка приглянулась, я ее начал вистать, смотреть. Вообще не понял, про что там идет речь. Но все-таки молодой был до побед. Стал делать лабы, которые там есть, стал дальше развиваться. Потом мне этого стало не хватать. Пошел в библиотеку, посмотрел, какие там еще книжечки есть. Стал строить там различные вычислительные алгоритмы. Мне надо было, я всегда любил математику, физику, моделирование каких-то процессов, графички вот эти все, синусоиды строить. И стал это реализовывать как-то, пытаться набирать код, строить графики, смотреть, что получается, стал экспериментировать. А через какое-то время, наверное, в девятом классе у нас началась информатика, школьные программы, где нам уже паскальку преподавали. И вот там у нас попался очень хороший преподаватель, который на полгода, по-моему, приехал. Я в деревне, в достаточно глухой деревне, родился и вырос. Приехал преподаватель после окончания университета. Ему надо было год преподавать в деревне, чтобы свои дела решить. И у нас началась очень интенсивная программа изучения паскаля. Мы там каждую неделю, наверное, часов по 8, по 10 программируем на занятиях. Плюс этого мне не хватало. Мы с другом, мало того, что мы отвечали на все вопросы, писали эти программы на листочке. У нас компьютер был в школе один на всех. Пейтинг 166, если правильно помню. В основном мы писали программы на листочке. Было интересно. Мы друг с другом соревновались. Потом стали потихонечку писать различные алгоритмы. Кто шашки лучше запрограммировать, кто шахматы напишет, чтобы компьютер с тобой мог играть. Различные, несложные, пошаговые стратегии. У меня хорошо давались алгоритмы, мне плохо давалось все, что было с графикой связано. Это не мое. Графика нам не так дело второе отходила. Спайты рисовали, все делали. Алгоритмы программируют, чтобы шахматы друг с другом играли. Игрушки самые интересные. Потом постепенно ассемблер стал смотреть. Это мне, честно говоря, не особо впечатлило. Вот и так. После окончания школы я уже хорошо, но без каких-либо проблем практически что угодно писать на Паскале. Все, что с алгоритмами связано. Массивы, вычислительные методы. У меня упор. Еще расскажу, наверное. Как занимался вычислительными методами. Система линейник, нелинейник, уравнение. Получается, после окончания школы у меня вот эта ваза была. Потом у нас информатика закончилась, и мне приходилось уже, мы с другом уже сами сидели дома. То есть дома книжки читали какие-то. У него появился компьютер. То есть у него смогли набирать. У меня была дискетка волшебная, где все мои программы. Одна дискетка, представляете? Раньше с датой могла от полтора примерно мегабайта. То есть все набираешь. У меня дома компьютера не было, был у друга. Поэтому мне приходилось дома листочек, бумага, и пишешь там 20-30 страниц кода, какой-то там части реализации, какое-то, не знаю, решение. Потом приходишь к другу, набираешь это, проверяешь. И это немножечко мне приучило, как бы это сказать, не пользоваться атласчиками с всякими подобными, не пользоваться вот этими системами, писать алгоритмы на листочке и как-то пытаться это делать без ошибок. Потом переделывать. И тогда как-то, я считаю, тогда я лучше подходил к этому вопросу, чем, например, сейчас подсветка, синтаксис, точечку нажал, все выпало. Ну да, да. Ну здесь это очень могло бы пригодиться для прохождения собеседований, потому что они обычно проходят на whiteboard без вот этих всех подсветок, без всего. Но у меня вопрос. Вот получается, что это все было в школе. В школе ты уже очень неплохо осваивался в программировании, но почему-то пошел учиться совершенно не на программировании. А куда? Я поступил в городе Кирове в технический университет на специальный, ну на химический факультет тогда, который потом биологически переименовали, на специальность биотехнологии. Еще в школе, мы с братом, у меня брат-близнец есть, мы увлекались всем, всем столько, чем можно было, связано с технической наукой. Нам была химия, биология, мы взрывчатку делали, мы такие природенные химики. Я очень много информатикой увлекался, мы в различных олимпиадах участвовали, в сороссовских олимпиадах, там занимали какие-то институты. Мы ездили, соревновались, плюс внутри класса у нас вся мужская половина были очень технически подкованные ребята. Кто-то очень круто рубил в математике, кто-то очень география, география тоже много занималась. В принципе, у меня все технические, более около технические руки давались очень хорошо. Решил, что я хочу что-то создавать, создавать руками, то, что можно потом пощупать будет, и так с братом посидели, подумали, решили, давай на технический факультет. Он поступил на переработку эластомеров, полимеры, я поступил, я тоже туда же поступал, но поскольку у меня была серебряная медаль в школе, меня без конкурса взяли на тогда самую крутую специальность факультета, она достаточно новая была, биотехнология. И все, собственно, начал учиться. В университете, помимо учебы, я закончил с красным дипломом, помимо учебы по основному направлению. Так и занимался вот это программированием. То есть ко мне приходили большое количество клиентов. Мы с братом построили своего рода бизнес. Занимались репетиторством, писали программки сначала для студентов, потом я уже писал для МВД, например, в Кировской области, на Делфи. То есть я как-то быстро перепрофилировался с Пасхаля, который мало кому в то время уже был нужен, на Делфи, где я уже под Минду уже с графическим интерфейсом каким-то мог в программах писать. Visual Basic, потому что у меня клиенты шли по Visual Basic, по C, там C++, HP. Все идет. То есть я где-то на втором-третьем курсе учился, и ко мне дипломники с пятого курса по программистам профессионально ходили. Я им писал, помогал по дипломам, то есть все, что мог, какие-то... Мне особо, то есть мне не очень нравилось например, работать с графикой, мне очень нравилось реализовывать личные алгоритмы, какие-то там, что-то обработки баз данных, там какие-то... Если выбирать, то есть когда выбор языка программы был ограничен мной, то есть чисто, ну так сказать, диктовал со мной, то я всегда Делфи играл. Вот что, у меня со школы это пошло, вот и все. Но если приходили сессии, плюс-плюс, ну не вопросы. Любой каприз за ваши деньги. Да, но тем не менее получается, что программирование, это было твое увлечение, хобби, потому что ты учился на совершенно другой специальности. Но в какой-то момент, и вот в какой момент программирование стало твоей специальностью. профессией. Тут целая предыстория, сейчас попробую кратко. То есть в университете я уже программировал в нерабочее время, плюс у нас некоторые были предметы, связанные с автоматами, связанные с моделированием химических, биологических процессов. И вот там я просто предложил преподавателю, почему все это, какую-то теорию рассказать, давайте я вам напишу собственно какое-нибудь программное обеспечение, которое будет считать красивенько, выводить, и вам не надо больше студентов проверять. То есть вы просто вобьете данные, и система сама построит графики, смоделирует процесс, и вы сможете проверять. И вот у меня получилось так, что всем выдали курсовые работы, связанные там с кукотой, а у меня специализированная курсовая работа, связанная там на год или на полгода, я, честно говоря, не помню. Мне надо было разработать программное обеспечение для того, чтобы двигать все эти процессы для, как это предмет назывался, ну не помню, честно говоря, промышленные аппараты, что-то в этом роде. Написал программку, то есть потом мы с преподавателем внесли изменения, какие требовались, и все, она потом стала использовать это для того, чтобы проверять у всех студентов, моделировать какие-то процессы, и получается несколько предметов было, которые связаны вроде с химией, с биологией, с химией, с промышленными аппаратами, но я это постепенно превратил в занятие программирования. Следующий большой шаг был, то что я в аспирантуру поступил, тоже по биотехнологическому направлению, занимался постарелезными вакцинами производства, вот это просто... Моя задача была с точки зрения химического, биологического процесса сократить срок производства вакцин с нескольких недель до нескольких дней, где-то два в три раза получается у меня сокращение, и тут я пришел к своему научному руководителю, говорю, почему мы все используем, какие-то устаревшие методы, у нас аппараты, у нас есть датчики, давайте мы соберем со всех датчиков информацию, обработаем, сделаем нормальную аналитику, как бы и у нас, и прикрутим правильные системы, настроим регуляторы, которые будут принимать сигналы от программного обеспечения, что мы можем сократить, нам не нужны будут аппаратчики, которым надо получить очень много денег, они все равно нужны будут, но уже их количество, их профессиональный уровень можно будет сократить, это все положительно терпит. Задача звучала красиво, до тех пор, пока не рассыпалось пух и прах, то, что первые прибавляют, говорят, все классно, я знаю, что ты все сделаешь, есть одна небольшая проблемочка, наша система датчиков не готова к тому, чтобы не внести такие изменения, то есть у нас регуляторы были готовы цифру принимать, там все, с этим проблем нет, но датчики, которые использовались на производстве, они не могли выдавать цифру, чтобы заменить их, цифровые датчики стоили в десятки раз дороже, поэтому моя идея рассыпалась. И вот после этого я проучился еще какое-то время в два года или полтора года я в аспирантуре отучился и понял, что не туда, куда я хочу двигаться, не туда, куда я хочу, я ушел из аспирантуры и пошел работать, ну там еще несколько разных заводов с химией и биологией было связано, производством спирта занимался, а потом там были ужасные задержки с зарплатой, и потом все-таки решил, ну зачем бы не превратить свое хобби в работу? Пришел работать программистом, у меня там зарплата сразу, не знаю, раза в три, наверное, выросла, и шел писать на... А, еще забыл рассказать, то, что мы жили в общежитии, мы с ребятами построили сеть компьютерную там на 600 примерно, хостов, ну 400 до 600, несколько общежитий, тянули провода между общежитиями, чтобы люди могли спокойно играть в Counter-Strike. Мы сами тоже тоже играли, но у меня не было особо времени играть, хотелось, но не было, потому что у меня клиентов было много, у брата тоже. И протянули сеть, и там возникла необходимость поддерживать какие-то игровые сервисы. Тут я познакомился быстренько с Linux, FreeBSD, настройка различных сервисов, и там приходилось решать какие-то такие прикладные задачки, там сайтик сделать, сделать, например, бота для IRC и IRC чатика написать, который за мат. То есть если люди ругаются в чате, чтобы он кикал с канал вот на TCL, если я правильно помню, писал этого бота. Я даже сейчас не могу представить, что это такое, только название помню. Писал много из ботов, а потом стал писать на перле тоже, потому что мне надо обрабатывать строки различного перла, самая лучшая, наверное, библиотека обработки регулярных выражений. И вот это предыстория, и пришел работать программистом, как раз Perl, Perl, как правильно произносится, я называл Perl, мне так понравилось. На перле я пришел программировать, там вот тихонечку сталкивались различные задачки, на Delphi, там видеоконференц-связь надо было сделать, я использовал готовую библиотеку, чтобы видео гонять, там, кодировать, декодировать, я в этом ничего не разбирался, надо было сделать, был удобный интерфейс, чтобы клиент на удаленной стороне пришел, кнопочку нажал, заявку создал, видео чатик, сразу открылся, клиент серверное приложение, вот, это делал, ну, по большей части я там занимался написанием системы мониторинга. Сама система была на C, то есть я ее немножечко модифицировал, главная моя задача была, это визуализация этих данных, статистика, там, чтобы куда-то кликаешь, какие-то графички строились, потому что это был интернет-провайдер, ему надо было понимать качество связи, которое они предоставляют для клиентов. Вот там, там программировал много, на C, Delphi, получается, Carol, и Carol. Мне интересно, как вообще произошло так, что из парня, который, ну, в принципе, просто интересовался программированием, тебе было интересно, и ты как-то копал вглубь, но в какой-то момент ты становишься одним из лучших специалистов, в мире по Red Hat. Значит, я вот программистом поработал какое-то время, потом мне предложили на три раза большую зарплату пойти работать админом, обычным админом. Я FreeBSD. Мне очень нравилось работать с Linux, с Unix-системами, и особенно FreeBSD. Я прям был фанат реперационной системы. У меня на рабочем компьютере, ну, не на рабочем, на домашнем компьютере FreeBSD стоял. Тогда вот, наверное, вопрос, наверное, знаете, как пропатчить KDE под FreeBSD. такой очень известный вопрос. Вот как бы я все это, этим, по сути, занимался. И предложили работу админа, то есть в энергетическую компанию, платили очень хорошо. Я туда перешел. Ну, кроме админа, понятно, я там писал скрипты, я написал сайт, я написал различные системы, которые снимают данные с тереметрии, и выдают всякие алерты дежурную персону. То есть я все равно, как бы, наверное, 30% программирования занимался 70% администрирования. Даже больше, наверное, программирования, потому что у меня было достаточно много времени. Мне это было интересно. Я брал дипломников к себе. То есть у меня, там, не знаю, человек 5, наверное, дипломников было за это время, может, 6. и работал с этими ребятами постепенно, но начал потихонечку осознавать, что город Киров это не то, что место, где я хочу быть, и нашел компанию в Казани, куда у меня уехал друг, сейчас который перейдет ко мне сюда. Значит, туда уехал друг, я тоже посмотрел, они мне понравились, чем занимаются, они работали на европейских заказчиков, и поэтому я просто послал, если проще. То ли они на меня вышли, то ли я им послал резюме, и я прошел интервью, мне сразу дали максимальный грейд, там было 4 грейда у технорея, мне сдали сразу максимальный, приехал туда, и там большая команда, которая занимается только Linux системами, Linux или Unix, другими Unix-подобными системами, вот, он пришел на большой проект, проект Volvo назывался, очень много серверов, там, опять-таки, я нашел все задачи по программированию, напишал систему статистики, то, что я раньше делал, графички строились, и в какой-то момент осознал то, что мне чего-то не хватает, как бы, я вроде тут умею все, но, как бы, это все не то, к чему я стремлюсь, я хотел большего, чтобы, так сказать, обо мне узнали, стал смотреть, поговорил с ребятами, подумал о технической сертификации, тогда это было вообще не очевидно, тогда не было сертифицированных специалистов, их были, ну, единицы, в нашем городе Кирове, не знаю, человека два, может быть, было сертифицировано, кого я знал, суме, и это было, никакого импакта на зарплате не было, а потом посидел в этой компании, компания, компании были нужны сертификаты, чтобы получать новые контракты, и все такое, и оценил просто, куда можно, куда податься, мне хотелось с Linux работать с системами, посмотрел, у них было там сотни сертифицированных Microsoft специалистов, но совсем один был человек, который сертифицирован по Linux, посмотрел, я хочу двигаться сюда, давай посмотрим, что за сертификат, о, компания Red Hat, отлично, мне все нравится, это лидирующий вендор на рынке, когда я с ними уже работал, сразу осознав это, я решил, что буду туда двигаться, съездил, в 2010 году сдал первый экзамен, ну и подсел, потом было еще много экзаменов, съездил, сдавал, и потихонечку стал, как бы стал ввести внутреннее обучение, контролировать внутреннее путь обучения, создал лабораторию облачных вычислений в городе, ну в Татарстане, то есть у меня было там 60 студентов училось, что-то в этом роде, где мы, давали людям Linux, какие-то основы программирования, ну они все уже, все были программистами по образованию, мы им давали, как работать с Linux системами, все отличается, что потом их целенаправленно готовить по DevOps направлению, DevOps облачный направленно, тогда облачный план, DevOps был не так популярный, а у Tablaka на тот момент были на пике, поэтому и компании не хватало специалистов, в принципе их дергали оттуда, туда-сюда. Да, я хотела бы остановиться подробнее на сертификатах, на том, как ты к ним готовился, я немного уже об этом знаю, и просто потому, что у меня не так давно был герой, тоже из этой области, и как оказалось, ты его тоже знаешь, Денис Зуев, но я хотела бы от тебя услышать, как вот проходила твоя подготовка, сколько это времени занимало, как ты вообще настраивался, мотивировался, чтобы получить эти сертификаты? Значит, первый сертификат получил R-Hat Certified Technician, я получил где-то декабрь 2010 года, начал сертифицироваться в октябре, то есть я начал готовиться, получается, где-то, три месяца примерно прошло, я его сдал, то есть я просто открыл вопросы, посмотрел, подумал, что все знаю, ну, действительно так и было, но я себя нагонял, то есть я мог сразу поехать, я себя нагонял, думал, может, тут какая-то, не знаю, подвох какой-то есть, я готовился, перерабатывал материалы дома, каждый день, понять, что да, каждый день, работая с 11 до 8, я еще приходил домой, кушал по-быстрому, занимался 4 часа каждый день, каждый, каждый день, без выходных, без исключений, вот, иногда, конечно, с ребятами куда-то выходили, но я каждый день занимался, и, получается, я приехал на экзамен, там что-то такое элементарное, я давал, по-моему, 3 часа, я минут за 40 все сделал, расстроился, я не получил моральное удовлетворение от этого экзамена, уехал, позвонил ребятам, я вроде сдал, но что-то как-то меня тут все расстроило, вот, потом, у меня приходилось в Казани в Москву ездить на какой-то экзамен, потом следующий экзамен, там смена версии произошла, и вот такой же экзамен уже обновился, я к нему тоже какое-то время подготовился, тоже съездил, сдал, также расстроился, уехал, и потом был уже следующий экзамен инженера, который был более интересный, и я сразу знал, что в этом экзамене надо очень-очень быстро набирать, надо четко, ты должен был четко от и до знать, что надо сделать, если промедлишь, потеряешь драгоценное, там главный, Red Hat экзамен может сдать любой, там за день все сделать, экзамен отсеивать тех, кто знает материал, и умеет это сделать за экзаменационное время, то есть никакой нету сложностей сильных, кроме некоторых экзаменов, но главное уметь быстро настроить все, что надо, то есть в отличие от остальных компаний, я почему выбирал, кстати, Red Hat, а не Сузи, сертификацию, не Ароклова, потому что остальные это мультитесты, где-то можно покликать, где-то можно что-то угадать, есть дампы, мне это сразу не привлекало, мне, я люблю, не люблю, когда около, мне если скажут, что надо сделать, я это сделаю, Red Hat идеально подошел, потому что они говорят, что надо сделать, и дают тебе свободу, как ты свое время распределишь, на какой вопрос, то есть приходишь, настраиваешь, как получается, и уже прошло, то есть первое, как бы, экзамена прошло у меня где-то полгода, я сдал третий экзамен, к нему я готовился много, потому что мы были еще, точнее, я к нему не так много готовился, потому что у меня была много загрузка на работе, большая, я был дежурный, то есть там с Европы мне звонили, что есть какие-то проблемы, хотелось сразу переключаться, отказываться от подготовки, даже ночью, вот, получается, какое-то время у меня так, получается, растянулось на полгода, сдал следующий экзамен, а потом примерно стабильно, я в три раз, в три-четыре месяца я сдавал по каждому экзамену, но я готовился очень-очень глубоко, то есть намного глубже, у меня не было материалов, RedHat-овских курсов, то есть я видел вопросы, и я не знал, что RedHat, как глубоко RedHat подразумевает, ну, туда закладывает какой-то смысл, потом я уже понял, что когда ездил на первый RedHat-курс, понял, что они закладывают намного меньше, чем я готовился, но вот первое время, где-то там до первого серьезного архитекторского экзамена, ну, статуса, я готовил очень глубоко, сидел ночами, днями, даже когда ехал в поезде, готовился в поезде, пока летал, я сдавал очень много биндей, летел в самолете, в аэропортах между самолетами, там, 7 часов пересадка, все 7 часов я за компьютером сидел, делал лабы, смотрел, изучал документацию, копался там в исходниках, где-то, где-то в исходнике, дров файловой системы, где там, почему именно так, почему не иначе, очень серьезно подходил к обучению, может быть, я сейчас бы так не сделал, но как бы я не расстраиваюсь, что именно так сделал, это позволило быстро, очень глубоко зарыться, как это все работает, как устроено, достаточно, это позволило мне других ребят консультировать на достаточно хорошем уровне. Но для того, чтобы тратить столько много времени, силы, более того, по-моему, и денег много, на это все уходит, должна быть какая-то мотивация, что дают эти сертификаты в дальнейшем, в карьере, для чего это? Простой пример, помимо зарплаты, это за рамками, то, что я после этого, я ни разу сам не искал работу, ни разу, до сих пор не ищу, если я, предположим, потеряю работу, я найду ее завтра, на зарплату, которую просто, ну, просто тяжело получить. Этот сертификат показывает двери, открывает эти двери, может, не дает в них зайти, потому что все равно квалификация превышает сертификацию, но это имидж, этот имидж дает мне возможность устроить, ну, по крайней мере, начать диалог с любым, там, с любыми компаниями, с какими. То есть мне уже писали, предлагали работу все крупные компании, которые там, выйти в себя, абсолютно все, с этим проблем нет, просто сейчас сам выбираешь, где какая компания, желательно дома сидеть, уже, уже ленивый стал, в таком духе. То есть сами сертификаты открывают многие двери, за счет имиджа, они создают имидж, многие рекрутинговые агентства, они ищут по тегам, там, RHCA, один из тегов, да, уже быстрее тебя найти, быстрее высветить, вот, когда я стал там, сначала первым в России, по всех трекционных достижениям, уже мне откролись дополнительные двери, потом первым в Европе, с Роблама, стал дальше заниматься, ну и сейчас, где сейчас? Да, ну, сейчас очень высоко, и, ну вот, все-таки, помимо того, что мы, я поняла, сколько времени это уходит, ты говорила, там, по четыре часа, ну, может быть, ты слишком добросовестно готовился, да, в день, но, а сколько денег уходит на эти сертификаты? Деньги, которые, например, трачу сейчас и тогда, это разные деньги, значит, сейчас в Штатах каждый Редхатовский экзамен стоит 400 долларов, да, это ничто, но тогда в России, имея намного меньшую зарплату, просто в разы меньше, не больше, чем 10 раз, стоимость экзамена, каждый экзамен архитекторский отходился на 1300-1400 долларов, а чтобы стать архитектором, надо было сдать как минимум пять этих вот экзаменов, да, получается, у меня стоимость экзамена была всего лишь меньше, чуть-чуть меньше, чем моя зарплата на тот момент, я достаточно много жертвовал, да, копил на это дело, я знал, то есть самое лучшее образование, я сразу знал, самое лучшее вложение, это вложение в свое образование, это точно, купиться, я никогда на этом не жалел никаких ресурсов, денег, всегда учился, вот, получается, 1200-1300 долларов, тогда стоил экзамен, сейчас дешевле, плюс, мне надо было каждый раз ездить в, соответственно, либо в Москву, либо в Индию, в Индию тоже перелеты недешевые, там жить какое-то время, чтобы более эффективно расходовать свои деньги, либо деньги компании, чаще всего я сам оплачивал, чаще всего компания оплачивала, экзаменов, я приезжал, сдавал сразу три экзамена, иногда, если компания оплачивала, еще курс у меня какой-нибудь, редхаттерский, чтобы просто понять, что, то есть я готовился, был хорошо готов, приезжаю, еще курс повторит, понять, что конкретно редхат хочет, но, честно говоря, у нас в курсах было очень скучно, да, и, все, то есть, денежные вложения, все-таки, у редхата не такие большие, если сравнить с другими вендорами, по деньгам выходит не так дорого, чтобы стать RHCA, редхат сертифайд архитект, достаточно потратить, получать сейчас, 7 умножить на 400, 200 долларов, это 2800 долларов, ты можешь получить уже первую свою RHCA, в России это 7 на 600, 600 долларов каждый экзамен сейчас стоит, плюс, раньше экзамены принимали только сертификционных центров, сейчас появился киоск, ты можешь забронировать любое удобное время для тебя, приехать в это время, сдать экзамен, уехать нормально, нет связи, ну, как бы, нет преподавателей, нет класса, которые очень тяжело найти, я сдал архитекторский экзамен, на которые в России уже не принимаются, поэтому мне приходилось ездить либо в Европу, либо в Индию, ну, в Индии просто можно было и отдых совместить цепь, а я всегда выбрал Индии. Мне было безранье, что в Европу лететь, но я люблю, когда тепло, поэтому я всегда ездил, где-нибудь там, тем более, в город Качи, самый-самый, прекрасная погода, всегда тепло, как раз как мне нравится. Да. То есть, денежные, значит, денежные вложения, не такие большие, а самое большое вложение все-таки временное. Это делать, очень много времени тратить, не имея материалов, не имея понятия, как глубоко надо копать, я копал слишком глубоко. Моя рекомендация, что, наверное, так сейчас, чисто если гнаться за сертификацию, наверное, этого делать не надо. Если гнаться за сертификацией, безусловно, надо прорабатывать все граничные варианты, все, все вот и до, чтобы вопросов не было. На самом деле, вот насколько сложно получить вот эти сертификаты? То есть, может ли человек без семи пядей во лбу просто за счет упорства, труда получить эти сертификаты? Как ты считаешь? Ну, я же получил. Я тебя причислила к семи пядям во лбу, но... Значит, на самом деле это возможно. Я приведу простой пример. То, что недавно, полтора года назад ко мне подошел мой друг, тоже мой, как раз в деревне, с которой мы программировали много, он ушел по направлению менеджмента, он стал финансовым директором или что-то в этом роде компании, но в какой-то момент понял, что ему это не нравится, и он решил сменить род деятельности. Мы с ним поговорили, я говорю, давай так, я занимаюсь редхатом, я занимаюсь девопсом, я занимаюсь проектированием, я архитекторская позиция, проектированием различных систем, мне подчиняются девопсы, сисадмины, разработчики, тестировщики. Если ты хочешь, я могу тебе подсказать путь, можешь по нему двигаться. Он заинтересовался, я ему наметил путь. Прошло полтора года с того момента, с нашего разговора. Парень стал RHCA левел 4 или 5 уже, то есть он, у него очень хорошая зарплата, и плюс я его сюда делаю, полтора года, но понятно, что у него было айтишное образование, у него склонность к программированию. Другой пример, у меня есть младший брат, абсолютно не айтишник, абсолютно просто в какой-то момент времени мы с братом-близнецом решили, что он занимается не тем, ему надо заниматься чем-то правильно. Говорю, давай, братец, ты это фигней страдаешь, мы тебе лучше проспонсируем тебя. То есть брат ему платил годовую зарплату, я ему купил RedHut'овские материалы, подписку, которая дает там право сдавать какие-то экзамены, плюс все курсы RedHut'а содержит. Говорю, вот у тебя дедлайн, тогда-то, тогда-то ты должен сдать такие-то экзамены. Если будешь сдавать, мы будем тебе продолжать платить зарплату. У него просто уволился с работы, начал учить, сейчас прошло два с половиной года, он RedHut'а level 3. Ему дается намного тяжелее, то есть он совсем не айтишник, совсем ему тяжело, но за счет упорства, то, что он прорабатывает эти экзамены, прорабатывает материалы, за счет упорства. Где-то он ездил три раза на экзамен, где-то с первого раза, но трудолюбие всегда побеждает. Это я уже многим говорил, то, что неважно, какой исходный level, если быть упорным в достижении своей цели, пять раз пробуй, десять раз все равно это даст тебе результат. Вот у меня сестра. Большая у вас семья. В этом роде, короче, я говорю ей, Оля, ты занимаешься вообще не тем, увольняешься с работы, я тебе буду платить зарплату. Готовься к этому, все, она сдала уже первый экзамен, готовится к второму. Но у нее ей тяжело было, то есть чтобы дойти, то есть ему прошло примерно год, то есть через год она сдала первый экзамен, то есть самый-самый первый экзамен, самый сложный. Все остальное ты уже имеешь представление, как это, что это, и когда есть базовые знания, на них уже можно другие. То есть у нее не было абсолютно никаких базовых знаний, она готовилась год, то есть по гайдам, которые я ей дал, по видеороликам, которые я скидывал, где-то я с ней занимался, как и с братом, то есть созванивались, когда утром полчаса я ей показывал что-то, можно это так настроить, это так, ну вот как вариант, то есть прошел год, она сдала первый экзамен, абсолютно никакого айтишного образования, и даже понимание, что такое. У нее есть гэпы, ну, это по-русски. Провалы, да. Провалы, да, в фундаментальных каких-то знаниях, но если ей скажут настроить сервер так-то, 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 она это сделает очень быстро. То есть она, как это сказать, вот просто в отличие от человека, который не имеет профессионального образования айтишного, человек, то, что у него в каких-то фундаментальных вещах будут провалы, но с точки зрения работодателя, если дадут задание, она его сделала. То есть для работы, я тоже работодатель, да, если сравнить людей, мне не важно, как этот человек красиво, если он не архитектор, как он красиво описывает свою работу, если дано задание, есть техтребования, если эти техтребования удовлетворены в заданный дедлайн, я счастлив, как и любой другой работодатель будет счастлив. То есть еще раз подтверждение, трудолюбие здесь поможет сдать и получить сертификаты и требуемый уровень квалификации. Ну, квалификация приходит с проектом, то есть это немножко другое. История очень вдохновляющая. Расскажи о том, чем ты сейчас занимаешься. Ну, давай за точку сейчас примем вообще последние два года. Вот как, с того момента, как ты перебрался в Америку и до сейчас, вот чем ты занимаешься? Я перебрался как архитектором, ну, да, у меня совсем простой делок, да, я салюшин архитект, сейчас принцип архитект, занимаюсь в основном трансформацией крупных компаний, внедрением автоматизации, дизайном автоматизации, разработкой решений по автоматизации, ну, и вообще все, что связано с автоматизацией. Сейчас, например, последний проект, где я работаю, ну, не секрет, у меня в LinkedIn есть Credit Suisse, то есть банк смотрит в сторону автоматизации, чтобы уменьшить косты и увеличить качество сервиса. если правильно позицию описать, DevOps архитект, она не очень высокая, но это большая компания, получается, я большую часть времени общаюсь с людьми, с менеджерами, с технарями, то есть вожусь друг с другом то, что, ребята, вот у вас здесь такая-то проблема, вы делаете там, скажем, один релиз в два месяца, это неприемлемо, надо перейти на микрорелизы, для этого надо сделать А, Б, С, Д, занимаюсь дизайном, предоставляем как это можно, то есть вариант, что это можно решить методом А, методом Б, методом С, вот это последний проект, последний занимался SDNNFI, то есть виртуализацией сетей для компании Juniper, мы именно там разработка решения была, там разработка вот это, то есть я сначала на проект пришел как архитектор решения, но потом у меня появился другой проект, мне пришлось просто переписать по разработчику, по одного из разработчиков, чтобы не обезначить, что так, что так, там занимался разработкой решения, проектируем его, ну и потом больше в сторону именно разработка карты, больше всего это разработка системы автоматизации, там все, что с CICD связано, до этого был классный проект, наверное, самый интересный для меня, с точки зрения, это мы проектировали конкурента для Netflix, для компании CenturyLink, IPTV-сервис, с нуля разрабатывали, меня туда сначала взяли как девопс-архитектора, но потом я быстро в solutions-архитектора перерос, то есть у нас была куча разработчиков, тестировщиков, и ребят, которые реально создавали сервис по кусочкам, я не знаю, здесь приходит босс, например, говорит, ну, IPTV, как выглядит, это получается, с каких-то источников собираются вот эти телевидения и потом предоставляется в виде удобного сервиса для клиентов, у нас много было разработки, у нас надо было решить все вопросы, связанные с масштабированием сервиса, проектировался для тысяч десятков и сотен тысяч клиентов, в основном мне было интересно именно в этой области работать, все требования ко всему, что мы делали, требования это, перформансы были очень важны, приходит, например, приходит босс, говорит, ребята, мы там миллионы долларов тратим на контент-деливерный форк, смотрит, то есть нуля сделает, мой босс, давай в день подумаем, сели с ребятами, да, сможем, сделали, три или четыре месяца у нас разработка делилась, мы все переписали, то есть у нас уже был подставщик, на самом деле мы потом написали наше решение, что-то потом, наверное, отдельно, несколько интересных моментов, померили производительность, по всем параметрам, в два раза получается, но быстрее, эффективнее работало, чем то, что было, то есть люди, которые понимают, как широко, имеющие более широкий кругозор, им проще проектировать такие уменьшения, внедрять, там, например, надо было реквест роутинг реализовать, там, еще что-то, просто взял, на коленке за вечер написал какую-то программу, ну, как мы обычно делали, круглор-концерт, быстро его тестируешь на паре сотен тысяч пользователей, ну, на сотни, наверное, пользователей, если все работает, там уже подключаешь профессиональных программистов, которые могут это переписать, уже сделать красиво, то есть наша задача, моя конкретная задача, это проектировать это дело, показывать, как это должно работать, описывать требования, требования к различным, реализовывать, то есть какие-то сложные моменты, то есть реализовать, нам проще что-то простое написать, там, без обработки всех этих сложных вещей, показать разработчикам, вот дальше, ребята, давайте, вот этот образец, он работает, он делает, сделайте мне обработку всех ошибок, там, чтобы все это в виде пакетика сделать и нормально, и все, вот этот проект был самым интересным, мы там, от дата-центров, то есть от уровня дата-центра до уровня в аппликейшенах в USB, у меня всегда был склонинг создавать сущности, чем просто что-то там пообменить, поэтому мы создавали от первого слоя до последнего, это, собственно, дало очень большой опыт, понимание, как проектировать эти всякие большие, высоконагруженные системы, с огромным количеством серверов, там огромным количеством пользуются, мне было интересно, может быть, сейчас бы я бы еще, то есть, не считаю, что такая большая система была, как бы, если будет возможность, я сразу с радостью приму участие в разработке куда большего решения, только я думаю, что тут, на территории штатов, их очень много решений, вот, и что еще, до этого были проекты различные, связанные с построением CI-CD, то есть автоматизация, сокращение затрат на рутинные задачи, на деливеры приложений, ну, все вокруг этого, моя основная задача, вот, Centuriong и Juniper проекты не отличались от проекта чисто разработка, то есть она может, разработка быть разная, можно писать код, можно это проектировать, складывать, ячейки, ставить задачки разработчикам, как на уровне, а до этого различные DevOps проекты, автоматизация, клауд, то есть много облаков построил, публичных, приватных, все, что с этим связано. Ты, получается, последние 20 лет занимаешься консультированием, и все-таки это такой достаточно большой отрывок времени, и хотелось бы узнать у тебя какие-то твои наблюдения, и вот в плане тенденций в разработке и администрировании, что-нибудь ты можешь выделить, какие тренды? Тренды? Да. Значит, с точки зрения системного администрирования, подходы кардинально меняются, сильно меняются. Потому что, если раньше требовались инженеры с глубоким знанием объекта, то есть на уровне глубоко закапываться, то есть на уровне, как требовал шутить сервер, если на нем какие-то проблемы, приложение требовал шутить, все снимки, это проблема. Сейчас этого не требуется. Сейчас тенденция к автоматизации, к упрощению. Если что-то случилось на сервере, текущий подход не разбираться, что там случилось, и заредеплоить его с помощью темплейтов для автоматизации и все, решить поставленную задачу. Если задача не решилась, только тогда, если проблема не решилась, только тогда начнем заниматься трэблшиппингом. Это накладывает определенные требования к специалистам по системному администрированию. Тут их называют сейчас девопсами, это неправильно, девопс — другой человек, но любой сисадмин, обязан обладать навыками скриптования, обязан обладать навыками автоматизации на самом достаточно серьезном уровне. Иначе он просто работает на интернете. То есть трэнд — то, что снижение, как сказать, квалификации в области знания объекта автоматизации, но больше уклон в сторону автоматизации. В языках программирования, все-таки я не профессиональный разработчик, это неправильно так говорить. Я тут могу сейчас помидорами закидать. трэнд в основном то, что если раньше в основном ребята кодили, ну сейчас тоже собственно программирование, сейчас больше идет укол на фреймворк. То есть можно знать язык программирования, можно знать его, она отлично, но без знания различных фреймворков это не представляет интереса для заказчика. основной трэнд, который я вижу. Ну я провожу интервью, если, скажем, человек знает Python, это еще не значит, что он подходит на должность разработчика Python. Поправь меня, если не прав, где-то видел правильно, то есть я не знаю, как конкретно термины называются, есть понятие разработчик, есть программист. Значит, один из них занимается построением, грубо говоря, чего-то, используя фреймворки, ну по сути тоже программирование, занимается разработкой приложений, используя фреймворки, а другой пишет эти фреймворки. Безумно уважаю тех людей, которые реализуют все эти, как это на низком уровне, но с точки зрения бизнеса, получается, сейчас бизнес накладывает определенные ограничения скорости разработки. И вот эти все фреймворки, вот они на столе у нас получается, потому что надо быстро писать, есть жесткие дайвы глаголами, если пролива не будет решена сегодня нами, она будет решена завтра другим нашим конкурентом, который отберет у нас часть бизнеса. Ты достигнул определенной высоты, высокой высоты, но такие моменты часто люди не знают, что делать дальше. Вот как ты находишь для себя пути развития и почему ты не остановился, а продолжаешь развиваться? Ну, сейчас у меня просто постепенно меняются понятия высоты. Раньше мне казалось запределенными достижениями сдать второй экзамен у Редхата. Это казалось, что такие люди это просто бог. Я его сдал, понял, что это ничто, казалось богом те, кто обладает статусом Редхиэй. Я его достиг, понял, что опять-таки чем, как сказать, тем больше ты изучаешь, тем больше ты видишь вокруг себя, что есть куча технологий, которые ты не знаешь. И поскольку это мое хобби, мне хочется это дальше изучать, посмотрел вдалеке, есть другая технология, туда залез, и вот я постепенно вот так вот изучаю, сдаю, понимаешь, что есть что-то новое. Мне, например, у Редхата все, что связано с инфраструктурой, мне очень легко дается, я с этим каждый день работаю. Сейчас я сертифицируюсь по Java направлению, это мне немножечко тяжело, все-таки я не профессиональный Java программист, совсем не являюсь. Для меня там маленькое достижение Hello World, которое у меня нормально компилилится, пакетируется через CI, CD, проходит, это для меня уже и постепенно, то есть я понимаю, что все больше и больше, чего можно изучить, это меня стимулирует, то есть я понимаю, что я, вот если раньше я как много знаю, сейчас я понимаю, что вообще ничего не знаю, там столько модных тенденций, всякие IOPS и тому подобное, которые, ну мне пока это, я немножечко далек от этого, не хочется это посмотреть, хочется языки программирования изучить, если есть возможность знать, что это нереально, хотел посмотреть, у каждого есть свои плюсы, у каждого есть свои минусы, это хобби, больше связано с тем, что самому хочется достичь. О, с точки зрения сертификации, это потому что больше вопрос был про сертификацию, здесь меня мотивирует то, что у меня еще есть какие-то вещи, которые я не доделал, вот у меня есть табличка, я себе галочки не ставлю, что у меня осталось, на табличке у меня осталось шесть Red Hat экзаменов, например, которые я не сдал, как только я сдам, у меня все закрыто, по всем направлениям, включая разработку, включая системную интеграцию, и вот это, то есть дальше, что делать, дальше я там уже себе другой путь наметил, тоже определенные галочки, как и что надо сделать, чтобы прийти к тому, что я хочу, то есть, чтобы чего-то добиться, надо уметь таску разбить на маленькие, и только это мне помогает, то есть у меня есть четкий план, план называется, план индивидуального развития, мистера Артельмеда, в этом плане есть примерно описание, что я хочу добиться, и дедлайн, когда примерно, вот у меня там шесть экзаменов, да, в последний день февраля, 2019 года, у меня некоторые еще не за шедулировки, но уже есть примерно понимание, когда я это должен, мой внутренний дедлайн, когда я хочу этого добиться, вот, и еще раз, сертификация не что, это бумажка, но бумажка, которая дает имидж, определенный имидж на рынке, требует возможность просить хорошие зарплаты, рейты, и так далее, которая очень сильно помогает, мне помогает двигаться дальше вот этот план, который я составляю, здесь часть плана, у меня есть внутренний, в Google Docs я веду, то есть, если я, например, область еще не знаю, я не могу разбить ее на маленький кусочек, просто область, и примерно дата, когда я хочу начать с ней работать, когда хочу примерно каких-то результатов, то есть, крупномблочный, а потом, когда уже начинаю с этим работать, тогда развиваю таску на маленький, мне нужно знать, что изучить, что будет являться показателем, что я более-менее что-то понимаю, сертификация это легко, потому что с данным экзаменом уже показывает, что ты там, например, на 5% хотя бы материал знаешь, то есть на 100%, сертификация, ни в коем случае не про это, это путь, начать работать с этой технологией, с этой области в этом направлении, то есть, это ни в коем случае не говорит, что ты эксперт, я всем говорю, своим ученикам, у кого я, то есть у кого я ментор, показываю, как развиваться, что сертификация это бумажка, которая повысит вашу рыночную стоимость, но она не сделает вас экспертом, если хотите начать работать с этой технологией, попробуйте пройти курс, это быстро, пропишите экзамен, это быстро, а дальше у вас откроется уже, вы поднимитесь повыше, и у вас откроется понимание, что надо сделать в этой технологии и двигаться дальше. Каким образом ты переехал? Переехал с компанией Булл Интегратор. Почему ты выбрал Северную Каролину для жизни? Хорошо, тепло. Есть ли у тебя какой-то рецепт, как ты выбираешь команду? Просто работать с тем человеком, который сам по себе построит? Каких разработчиков вы ищете? Специалисты с Индией готовы работать не за еду, но... Это ситуация по знакомству, а если не по знакомству? Северная Каролина для жизни. Спасибо за просмотр!